Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как реагировать? Моя сестра, отцы у нас разные, я от второго брака. И вот эта сестра пытается на расстоянии контролировать моего отца, и ее раздражает, например, что к папе в гости приехала на пару дней сестра. Что происходит с моей сестрой? Что это? Изголовность, невоспитанность, недостаток внимания или что-то еще? В жилье она даже не была прописана. А для чего вас интересует то, что с ней происходит? Ну, то есть, буквально, почему вас это интересует, что с ней происходит? Что вам даст, например, какое-то понимание, что с ней происходит? Как это изменится? Вашу реакцию и так далее. Я думаю, что в этой ситуации вы уже как-то реагируете. Я думаю, что в этой ситуации вы уже как-то к этому относитесь, и я думаю, что самое лучшее, что вы можете для себя сделать, это проявить свою какую-то реакцию. Вот. А дать ей возможность быть. Себе позволит ее прожить. И дальше, я думаю, уже в принципе, ну, в принципе, дальше можно будет уже о чем-то говорить, да, и дальше уже можно будет как-то вам помочь, значит, увидеть, с чем это связано, да, то, что вы так реагируете. И чем вас это, к примеру, к примеру задевает, если задевает. Вот. Ну, я думаю, конечно, что дело здесь в какой-то степени связано с ревностью, то есть тут ваша сестра, она чувствует какую-то ревность, да, и, соответственно, ее злит то, что, ну, то, что это происходит, то есть ее злит то, что вот ваш папа общается там с кем-то еще. Конечно, у нас нет большого количества информации для того, чтобы дать вам более полный ответ, вот, к большому сожалению. Ну, я думаю, что с точки зрения психологии, с точки зрения того, что, допустим, ну, я знаю, да, с точки зрения моего опыта. Вот. Я могу сказать, что тут, скорее всего, замеченная ревность. И, на самом деле, очень важно то, что вы сами чувствуете к своей сестре, да. Вот. И могли ли бы вы, хотели бы вы что-то для нее сделать. Ну, то есть, вот, хочется ли вам, там, как-то вот проявиться по отношению к ней, да. То есть, может быть, если бы вы поговорили, как-то вот, успокоили ее. Ну, если у вас есть, если у вас есть такое желание, конечно, то понятно, что, если такого желания нет, то делать не надо ничего. Я не могу сказать, но вы могли бы эту ситуацию, на мой взгляд, немножечко попробовать, значит, как-то сгладить. Вот. Еще очень важно понимать, что в ситуации, вот, которые вы описываете, да, ну, ревнуете и вы, судя по всему, вот. То есть, вам же неприятно, значит, вы, значит, вы выривнуете, вот. И нужно посмотреть, а с чем связана тогда такая ваша именно реакция. Потому что, ну, то, что делает сестра, да, это ее дело, и на это мы повлиять не можем. Да и не надо, в принципе, на это влиять, да. А вот то, как вы реагируете на эту историю, это вот очень важный момент. Чувствуете ли вы неуверенность в себе, да, чувствуете ли вы, что как-то вас это напрягает, чувствуете ли вы себя, может быть, как-то вот неуверенно, да, и вот как-то вас это, ну, тревожит, беспокоит и прочее. То есть, это вот, на мой взгляд, нужно на это обратить вам свое внимание. Вот, а мне кажется, вы вот сейчас пытаетесь просто как-то, как-то вот, значит, ну, свою реакцию вы пытаетесь просто проконтролировать, вот. Вот, пытаетесь отреагировать так, как вам кажется правильным, вот, хотя, на самом деле, тут, ну, никаких правильных реакций, в принципе, нет. Вот, как реагируете, так и реагируете, важно только эту реакцию проявлять и вот стараться, ну, стараться себе не занимать ее, потому что ничего хорошего-хорошего без этого для вас не получится. Вот, вот, как-то, как-то так, я думаю, можно ответить на важный вопрос. Может быть, ваши отношения с папой, ну, вот, такие, знаете, вот, оставляют желать лучшего. Ну, то есть, есть какие-то основания для того, чтобы сомневаться в них, например, есть основания для того, чтобы, ну, испытывать какие-то негативные чувства и, соответственно, вы вполне можете чувствовать какую-то неуверенность в себе, вот, ну, ощущать, вы можете вполне какую-то неуверенность в себе, вот, и, соответственно, реагировать на это вот. Поэтому я думаю, что нужно обратить внимание на вас, да, на ваши переживания здесь, вот, и уже после этого можно будет чего-то вам рекомендовать. Вот, все пока рекомендации каких-то дать практически невозможно, невозможно, вот. Всего вам самого доброго, я желаю вам удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится, вот. Не задерживайте, если не хотите, ну, вот, какого-то такого усугубления, да, ситуации, вот, потому что, на мой взгляд, все-таки ситуация будет, конечно, узугубляться будет, вот, ну, просто потому что, ну, если вы ничего не будете делать, вот, с собой, да, с вами переживаниями, то ситуация будет, конечно, усугубляться значительно, вот, и, в общем и целом, все сложнее и сложнее вам будет, как-то вот оставаться, может быть, в какой-то такой, ну, нейтральной, что ли, позиции, да. Вот, и будет вам, ну, болезненно, вот. Поэтому до, до такого доводить не нужно, вот. Вот, пока не давайте подправиться, не доводиться до такого. А мы с этого попробуем решить проблему, вот. А, значит, ну, ну, работая непосредственно с вами, вот, потому что вашу реакцию, ваши отношения, ваши проблемы мы можем рассмотреть. Ну, вот, встреча, в отличие от сестры, которая, в принципе, ну, может быть, все устраивает. Вот. 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 И, соответственно, ну, вы, да, сейчас вот в своей такой, может быть, победенческой стратегии, вот, к сожалению, только-только лишь подпитываете ее и, значит, ну, постановательно, да, демонстрируете то, что у нее получается привлечь внимание к себе. Вот. У нее это получается очевидно, потому что вы об этом говорите, вы даже вопрос задали. вот. И, соответственно, это очень такой, наверное, тревожный аспект в этом смысле, потому что так может, в принципе, появиться то, что в, ну, вот, то, что в психологии называется зависимость, да, или то зависимость, эмоциональная зависимость, то, вот, когда человек оказывается, вот, вовлечен в очень такую близкую связь, с кем-то, пускай, пускай даже, ну, негативно на нем это сказывается, вот. Все равно человек продолжает в этой связи находиться, вот, вроде бы и хочет из нее выйти, да, но вот самостоятельно это сделать уже не получается. У нас очень хотелось бы, чтобы у вас до такого дошло, вот, а дойти, вот, к сожалению, к сожалению, может, если ничего не делать, да, вот. Поэтому, вот, я, я вам, в принципе, и пытаюсь донести, вот, как эта ситуация выглядит, по крайней мере, для меня. Вот, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью в соц. Всего самого хорошего вам. Субтитры создавал DimaTorzok